Образование будущего с e-learning. Карагандинским педагогам рассказали об инновационной системе обучения, которая помогает облегчить работу учителям, а также развивает способности у школьников. Подробнее у Нурилы Туржан. e-learning призна одной из прогрессивных на сегодняшний день форм обучения, которая динамично внедряется в системы образования многих стран мира. В Казахстане эту систему начали вводить с 2011 года в Астане, Алмате и Караганде. В период внедрения инновационной системы в пилотный проект вошли две карагандинские школы – 39-я и 92-я гимназия. О возможностях новейшей системы образования нам рассказал один из организаторов семинара. С 2011 года в Республике Казахстан внедряется система, которая позволяет детям поближе познакомиться с компьютером, которая позволяет изучать из дома многие предметы, которая позволяет родителям следить за тем, как ребенок успевает в учебе. Электронное обучение включает в себя автоматизированное рабочее место учителя. Это электронные журналы, дневники, планирование, электронные учительские смс-оповещения родителей. Затем эти данные попадают в интернет и родитель, получив логин и пароль в школе, только он может видеть свои оценки, заходит и может видеть, как его ребенок был в школе, не был в школе, какие оценки получил, что ему грозит и что ему задавали. Электронное обучение включает в следующую IT-инфраструктуру. Это современные персональные компьютеры, ноутбуки, моноблоки, интерактивные и мультимедийные проекторы, многофункциональные устройства и интерактивные подиумы. Ученики 92-й школы отметили, что с новыми оборудованиями стало интереснее учиться. Им нравится слушать объяснения учителей именно с использованием этих ресурсов. Разработкой платформы системы электронного обучения «Еленинг» и поставкой оборудования занимается акционерное общество «Национальные информационные технологии». И поэтому на данном семинаре они приняли участие, чтобы ответить на интересующие вопросы слушателей. Наша задача сегодня – какие-то проблемы, моменты записать по школам, либо какие-то, может быть, просьбы, проблемы по монтажу локальной сети, в общем, по проекту «Еленинг», по порталу «Еиду», ну и каких-то прочих проблем, либо положительных, отрицательных моментов. Все это зафиксировать и по возможности это все либо исправить, дополнить. По прогнозам Министерства образования Республики Казахстан, к 2015 году число пользователей системы электронного обучения составит ориентировочно 50%, а к 2020 году – более 90%. Нурила Туржан, Сергей Высокосов, Марат Култенов, 1-й Караганинский.